Добрый вечер, уважаемые телезрители. Четверг, 7 часов вечера, а значит, говорим о важном и актуальном в прямом эфире. Весна вступила в свои права уже в полной мере, а значит, время наводить порядок, проводить субботники. Обязательно будем говорить сегодня о благоустройстве, а также о планах и перспективах на этот год. И как никто лучше, о них расскажет глава городского округа Клина, Алена Дмитриевна Сокольская. Она у нас сегодня в студии. Добрый вечер, Алена Дмитриевна. Добрый вечер, Лена. Я предлагаю уважаемым телезрителям присоединяться к нашему диалогу, к нашему разговору. На ваших экранах вы видите телефоны и аккаунты в соцсетях, где можно задавать свои вопросы, мы на них обязательно ответим. Алена Дмитриевна, прежде чем начать разговор, я предлагаю посмотреть короткий ролик. Он, я думаю, задаст тон нашей беседе. Давайте. Нам доверили лопаты, будем мусор собирать. Клинский край на всю округу чистотой будет сиять. Это праздник и работа для себя и для людей. Здесь не скажешь, не охота, вместе дружно веселее. Поработаем на славу, а потом и отдохнем. Город Крым мы очень любим, мы сегодня уберем. Фель, это месяц генеральных уборок. Известно, что девиз Московской области в этом году лучше вместе. В городском округе пройдет по особому сценарию субботник, выездному. Расскажите, куда выезжаем, что убираем. Ну да, наряду с традиционными местами уборки, о которых сейчас уже проанонсировала ваше телевидение. 6 апреля мы действительно всех ждем на массовый субботник, потому что очень хотелось бы убрать территорию, прилегающую к реке Сестре. И хотелось бы, чтобы это делали не только люди, активно участвующие всегда, но и вновь присоединившиеся. Новшеством станет то, что не так давно нам удалось вернуть былую, скажем так, славу муниципальных лагерей. И территория бывшего лагеря для ребят «Дружба». Мы его переименовали в лагерь «Горизонт», ставят для себя горизонты. И эти горизонты в этом году получат не только новую площадку для размещения палаточного городка, но и благоустроенную территорию. И первые субботники пройдут у нас выездные на территории этого вновь воссоздаваемого лагеря отдыха для детей. Поэтому мы приглашаем всех желающих. Конечно, это будет организованный отъезд с инвентарем, с поставленными задачами. И рассчитываем, что территория лагеря действительно преобразится. Ждете всех клиентчан, желающих? Это определены уже числа? Да, конечно. Мы каждую субботу будем выезжать. Место сбора будет дополнительно на всех аккаунтах в соцсетях. Первый выезд будет, скажем так, тяжелой техники. Это, конечно же, наши коммунальные службы, сфера ЖКХ. Для того, чтобы обеспечить дальнейшую работу уже по сбору мусора и мелким каким-то работам, которые не под силу нашим жителям. Вот вы видите сейчас, что это техника, это люди специально обучены. И эти субботники продлятся до конца апреля. Ну вот буквально до месяца назад мы снимали эти работы. Алена Витальевна, а как вообще родилась идея? И самое главное, появилась возможность перевести в муниципалитет этот лагерь? Ну, поскольку, я скажу, бывших педагогов не бывает, и все равно во мне это начало, оно всегда живо. И я прекрасно понимаю всех наших клиентчан, которые говорят о том, что с наступлением лета основной проблемой становится, где ребенок проведет свободное время. Родители не имеют такой возможности три месяца каникулярных отдыхать, а дети отдыхают. И порой они представлены сами себе. Когда была большая сеть ведомственных лагерей, когда была большая сеть загородных лагерей, которые принадлежали муниципалитетам, эта проблема решалась. Сейчас мы пошли по пути того, что территорию бывшего лагеря «Дружба» через Росреестр, через все инстанции мы вернули муниципалитету. Она, конечно, как и все территории бывших лагерей, оказалась заброшенной, полуразрушенной. Два года мы восстанавливали источники питания, чтобы было электричество, чтобы ребята, когда приедут на эту территорию, не почувствовали себя в чем-то ущемленной, кроме зданий. Здание мы не успеваем построить, поэтому это будет палаточный городок, но со всеми условиями. Все три смены будут тематические. Они будут не три, смены будут по шесть дней, темы будут тематические. Реализация путевок уже сейчас идет. Обо всем можно посмотреть на сайте, соответственно, этого лагеря «Горизонт». Алена Дмитриевна, ну вот заговорили о новых «Горизонтах», и как раз у нас первый звонок, мы, может быть, даже и послушаем. Да, конечно. Здравствуйте. 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 Говорите, пожалуйста, ваш вопрос. Это Тальский проект, Штат-1. Это Лисхоз, Лисхозовский дом бывший. У меня такой вопрос. С 2011 года мы ждем, когда нам огородят детскую площадку. Это жилсервис РЭО-10. До сих пор не огородили детскую площадку. Вы у нас проезжали, когда на Глазовке открывали вот эту вот горку, вы видели, что у нас площадка детская не огорожена. Второй вопрос. Когда вот ее открывали, в машинах было скопление, и машины ставились поза дому, потому что нет места, где бы ставились машины, когда приезжают гости на праздники какие-то. Ваш вопрос сформулируйте, пожалуйста. В парковке. Я поняла вас. Ограждение детской площадки и специализированное место для парковки. Абсолютно актуальные вопросы. Что касается детской площадки, вы сами только что сказали, что компетенция вашего РЭО, вашей управляющей компании не доведена, к сожалению, руководством до конца. Возьмем на контроль. Ваше обращение зафиксировано. И, конечно же, я отслежу, чтобы этот вопрос был доведен до конца. Что касается вопроса парковочных мест для тех жителей и гостей, кто будет приезжать во вновь открывшуюся лесопарковую зону Шарихи, то сейчас идет планирование территории как со стороны поселка 10 октября, где планируется парковочное пространство, так и со стороны Талец непосредственно. То есть это будет отдельно отведенное место. Для того, чтобы избежать парковки возле частных домов, будет проработана логистически вся вот эта маршрутизация. Установлены знаки, запрещающие парковать возле частных домов. Я думаю, что мы в течение месяца-двух эту историю сможем именно в правовое русло направить, чтобы люди не бросали машины где ни попадя, чтобы была удобная парковка. Парковку, конечно, дольше делать, но тем не менее в начале пути мы уже сейчас находимся, уже выделено место, уже мы говорим о том, что это будет парковка почти на тысячу мест, и, соответственно, эта проблема сама по себе отпадет. Алена Дмитриевна, ну раз заговорили о новых историях округа, да, действительно, это и Шариха, и Клинский бульвар, и парк цветов, вот этот парк прошел уже первую проверку, приемку. Как вы оцениваете качество? Есть ли какие-то претензии к подрядчикам? Знаете, я, наверное, очень придирчивые цензоры, поэтому, да, у меня есть масса пока еще претензий. В большинстве случаев они все мелкие, но, знаете, в мелочах и кроется истина. Мы проходили, еще снег не сошел, и было видно, что местами есть проблемы с уложенной плиткой. Где-то мы видели, что не доведены до конца вот сами дорожки, которые высланы специальным материалом. То есть на сегодняшний день где-то процентов 5-7 остается недоделок, который мы уверены, что с наступлением действительно сезонной теплой погоды. Подрядчик этот объект не бросает, он у нас на гарантийных обязательствах, в принципе, еще на 5 лет. Но вот сейчас все те вопросы, которые вот даже мы видим, что грунты еще замерзшие, их невозможно отбросить, невозможно, естественно, высадить зеленые насаждения. Ну, те вопросы, которые мы уже обознатили, начинают решать. Алена Медведевна, ну, мои коллеги тоже спросили мнение клинчан о качестве полных работ, и давайте послушаем, что ответили. Мосты отремонтировали полностью. Раньше здесь были деревяшки со сквозными. Та часть вообще была не облагорожена, то есть там были, насколько я помню, просто протоптанные людьми тропинки. А сейчас и лестница, и сцена, и ту часть озера тоже обложили плиткой, так что очень здорово. Положение красивое. Вообще прям становится красивый вот этот вот парк. Там тоже фонари сделали кругом. Очень хорошо. Конечно, город у нас обустраивается. Мост новый сделали. Очень хорошо. И ходить, и удобно стало все. Ну, единственное, что вот неудобно подниматься. Там сейчас пока вот не благоустроили для колясочек, а так очень все хорошо. Нам очень нравится. Колоссальное изменение. Спасибо нашему правительству, местному. Ждем, не дождемся лета. Да, очень красиво. Здесь столько изменений. Прям даже удивляюсь. Я вот здесь год не была, и прям очень много изменений. Спасибо большое всем-всем-всем, кто вот за этим стоит. Мы от парка балдеем. Администрации, и вообще спасибо, это средства, это же денег стоит во многом. Даже вот мог что-то сделать мы сами. Я давно здесь живу, пора умирать, а я все восхищаюсь. Вот этим участком работ ощущается тот момент, что город процветает. И это, я думаю, для каждого жителя приятно, для туристического бизнеса будет приятно. Ну, действительно, изменения колоссальные. Клинчане видят, оценивают. У нас вопрос в догонку про благоустройство. Давайте послушаем. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Добрый вечер. Алена Дмитриевна, хотела вас поздравить. 25 лет в «Жемчужинке». Спасибо. Замечательный сад. Мы им все восхищаемся. И, конечно, процветание ему. Спасибо. И вот еще поблагодарить вас, что вы нам построили вот на улице Красный, прекрасный стадион. Здесь очень много теперь детей, и маленьких, и больших. Всем есть, ну как, чем заняться. Вот, и хотела спросить по благоустройству. Вот, когда продолжится там благоустройство территории? В этом году. Спасибо за вопрос. В этом году продолжим работы. Мы помним о том, что нам не хватило сезонного времени для обустройства парковочного пространства. Мы говорили, и я подтвержу, что мы также сносим ту старую, морально устаревшую, да и физически износившуюся площадку между библиотекой и больницей детской городской. Вот то строение, похожее на спортивный объект. То есть работы будут продолжены. Также будет продолжено озеленение. Смотрим на вопрос подпорной стены, которой нам пока не приходит еще хорошее решение, что называется, как сделать ее действительно арт-объектом, а не таким напоминанием из прошлого. То есть масса вопросов. И я думаю, что мы и в этом году продолжим, и в следующем. То есть все эти объекты, так же, как и парк, который мы только что смотрели, да, вальс цветов для нас будет еще долго-долго играть, потому что у нас очень большие задумки по дальнейшей его действительно такой, знаете, функциональности, чтобы это был парк, которым будут восхищаться и в который будут приходить для того, чтобы провести время. Мы говорим о том, что в этом году на территории парка появится экстрим-парк, веревочный парк. Совсем уже скоро, в мае месяце. Алена Витриевна, ну вот буквально недавно вы представили нового руководителя всей парковой системы. Скажите, пожалуйста, какие вы задачи поставили и что действительно ждет, какие изменения? Вы знаете, я вижу своей работой комплексное решение проблем. И поэтому, когда была поставлена перед прежним руководством решить проблему не только в Сестероевском парке, не только на территории, которую мы сейчас за федеральные средства смогли облагородить, это территория Демьяновской усадьбы, Вальс цветов, да, парк, но и Высоковск, Шевляково, Воздвиженское, Майданово, то здесь, как бы, я, к сожалению, не нашла в глазах отклика. И было принято решение создать дирекцию, которая на сегодняшний день возглавляется тоже женщиной Екатериной Владимировной Крукович, которой была поставлена жесткая задача в короткие сроки создать концептуальное решение по развитию всей парковой зоны, всего округа. От Петровского до Воронина и, соответственно, Решетниково-Воздвиженское, Клин. Поэтому я думаю, что жители это заметят. Мы сегодня говорим о том, что в этом году ставим себе задачей начало, положить начало благоустройства парковой зоны на Чепеле. То есть это очень для нас интересная территория. Совсем скоро будет снесен расселенный дом, мы планируем там интересную парковую историю. Я думаю, жители оценят ее к концу года. Алена Дмитриевна, ну вот все-таки, наверное, все усилия по благоустройству будут напрасно, если научимся оценить то, что для нас создают. И вот буквально в понедельник стало известно о том, что двое молодых людей, вот сейчас посмотрим камеру видеонаблюдения, кадры, вот так вот прогуливались по Сироевскому парку, по мостам, и в общем-то сломали опоры, новые опоры для освещения. Скажите, пожалуйста, удалось ли найти этих вандалов и каким-то образом прилечь к ответственности? Вы знаете, дело в том, что на сегодняшний день, естественно, обращение в органы полиции направлено, приняты меры к розыску этих вандалов. И, конечно, я не сомневаюсь, что вопрос с наказанием мы осветим в средствах массовой информации. Я считаю, что антигероев, город должен так же знать, как и героев, додуматься, сносить объекты, которые построены для нас, для детей, для стариков. Ну, это, наверное, нужно обладать особыми умственными способностями. И поэтому сегодня мне абсолютно не хочется о них говорить. Я хочу, чтобы о них говорили, когда их покажут пред судом. И администрация будет однозначно добиваться не просто штрафных санкций, а судебного разбирательства, потому что меня на сегодняшний день немножечко, знаете, так смущает реакция наших жителей, некоторых жителей. Большинство людей адекватно реагируют и говорят, да что же это такое, да как же. Хочу сказать, это было ранним утром, поэтому я не могу сказать, что же вы проходили мимо. Это было в 5 утра, отслежена полностью вся дорога этих людей, где они покупали алкоголь, где они присаживались. Все это известно, органы полиции сейчас разбираются. Вопрос в том, что жители говорят, ну, раз столб сломали, свалили, значит, он не сильно был укреплен. Дорогие мои, ну, снести можно и железобетонную стену. Вопрос, зачем? Это та же история, которая в этом же Дестерельском парке была, с конструкциями очень легкими, из поликарбоната до устроенной. Это та самая лавочка, которая полюбилась нашим жителям, которая с цветным зонтиком на правом берегу. Ее три раза ломали, там не нужно никаких усилий, там достаточно действительно того, что просто ее выламывали. Зачем? И когда люди говорят, ну, наверное, действительно, что-то мы упустили в воспитании, что-то мы упустили в культуре, значит, будем очень жестко наказывать, жестко в соответствии с законом. Алена Дмитриевна, клинчане сегодня активно, давайте послушаем. Да, конечно. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Добрый вечер. Добрый вечер. Алена Дмитриевна, можете вы сейчас озвучить и сказать судьбу площадки на улице Карла Маркс, где недавно был снесен двухэтажный дом. Это начало пешеходной зоны. Ходят слухи, что на этой площадке собираются делать автомобильную стоянку. Вот мы жители близлежащих домов, в том числе дома номер 51, мы, конечно, понимаем, что проблема с площадками для автомобилей есть. А что бы вы хотели видеть? А давайте я вам задам вопрос. А что бы вы хотели видеть там? Вы знаете, так как вот этот наш квартал, пять жилых домов, у нас очень неблагоустроенные дворы, там и машин негде поставить, и детям негде погулять, нет полноценной площадки. Может, вот у меня такая идея, например, что-то красивое, какие-то необычные, малые формы для детей, потому что сейчас очень много детишек идут гулять на пешеходную зону, а вот развлечься, кроме как гонять там просто со своими игрушками, больше заняться нечем. Может быть, вот, я не знаю, какой-нибудь настоящий детский городок. Ну, вынуждена вас разочаровать. Красоты. Вынуждена вас разочаровать. Спасибо за вопрос. Но, тем не менее, разочарую вас. Вот когда вы говорите, ну что-то, ну что-нибудь, чтобы развлечься, мне очень сложно себе представить, что на улице может быть большим развлечением, чем сама спортивная, либо детская игровая площадка, которыми ваши дома, в общем-то, не обделены. Вы правильно сказали, у вас не то, что в шаговой доступности, у вас вообще в прямой доступности, у вас свободная пешеходная зона, на которой можно и кататься на роликах, и на велосипедах, и дальше у вас дома на площадке между домами Гагарина 28 и Карла Маркса, по-моему, 67-69, эти дома могу немножечко спутать, там в этом году будет установлен большой комплекс игровой по программе губернатора. А вот с чего вы как раз таки и начали, вам и машину поставить негде, и машины паркуются на зеленой зоне. Поэтому, да, действительно, там будет парковка, парковка, которая обеспечит возможностью не где-то искать место, припарковаться на зеленой зоне, а исключительно там, где она отведена, и она фактически примыкает к дороге Карла Маркса, которая, в принципе, у нас еще стоит в расширении, да, то есть мы имеем проектирование, которое позволит расширить со временем эту дорогу, потому что пробки, которые создаются на этой улице, являются основными в нашем городе. Поэтому в данной ситуации целесообразность рядом с территорией, на территории, примыкающей к дороге, ставить детский развлекательный комплекс, ну, это просто даже ненормативно. Вот рада только, что хотя бы не услышала от вас, давайте там поставим магазин. Хотя как раз таки территория по всем своим параметрам для бизнеса, ой, какая сладкая. Но поверьте, я категорически против насаждения новых торговых павильонов на муниципальной земле. Мне не удается отстоять те вопросы, допустим, где они решены, ну, почти десятилетия назад, где земля является частной, и муниципалитет не может уже повлиять на то, чтобы, например, на том самом пятачке, который на привокзальной площади, где сейчас идет строительство торгового комплекса, мы были категорически против. Но земля частная, мы проиграли, что называется, эту историю. То же самое с территорией, например, частной, которая примыкает к площадке возле Банка Возрождения. Там тоже частная территория, муниципалитет не может влиять на такие истории. Это территория муниципальная, и муниципалитет принимает решение в интересах жителей сделать парковочное пространство с озеленением. То есть это не просто будет заасфальтированная площадка, это будет площадка с зелеными насаждениями, возможно, с какими-то архитектурными решениями, но никак не игровая. Алена Митриевна, мы заговорили про дороги. Действительно, после зимы лидер антирейтинга, это дорожная тема, с нее сейчас начинаются все ваши планерки. Скажите, много ли поступает жалоб к вам в соцсети? Да, очень много поступает жалоб, но и можно, в общем-то, все эти жалобы подтвердить, потому что на самом деле наша климатическая зона еще раз говорит о том, что ямочный ремонт, он, к сожалению, не столь эффективен, как того бы хотелось. А на ремонт картами, как это говорится, когда там ремонтируется километр, два километра, ну, на такой глобальный ремонт у нас, к сожалению, сразу нет финансирования. Поэтому дороги оставляют желать лучшего, и не потому что... Алена Митриевна, можно вас перебить? Да. У нас подготовлен такой небольшой рейтинг, опросили клинчан, и попросили вот их озвучить самые проблемные участки. Давайте послушаем. В третьем, наверное, в районе Ледово. Это как сейчас после зимы заметно очень сильно. Ну, асфальт плохой, ямы, то есть, не прям большие, но чувствуется. Вот, в принципе, там фур не ездит, но непонятно почему-то. Гагарина, Литейная, вот ужасные ямы. То есть там вообще приходится маневрировать. Карл Марц практически на 95% колдобинах. Ну, реально, там... По всему клину можно отремонтировать, да, уже... Ну, вот, где плотина, там вот большие ямки. И почиевковки. А 108-я? Как ехать в поселок на рынок. Там больше часть... Там вообще нет дороги, можно сказать. Карл Маркса разбитые есть ямки. Глубы, плотина, ямки. Что-то, что-то... По чайковке он ямки везет. В третьем микрорайоне везли детской поликлиники. Там ужасная дорога. На повороте вообще капец. Сегодня поворот на Литейную. Там постоянно яма ее как бы ремонтирует, но она постоянно сходит. Пятый микрорайон вот около больничного городка. Я вам скажу честно, мы сами из Тверской области. У вас дороги, можно сказать, отличные. По сравнению с нашими. Да. Еще ремонтируется у нас намного хуже. Карла Маркса, Литейная и Чайковского. Скажите, пожалуйста, есть ли они, может быть, в планах на ремонт? Да, в планах есть. Я в первую очередь начну с самой проблемной дороги Карла Маркса и немножечко приоткрою занавесу для жителей. Повторившись, что у нас на территории нашего городского округа нет ливневых канализаций фактически на 98% улиц. Это улиц, дорог. Это говорит о чем? О том, что в период дождей, таяния снега, в период перепада температур, когда сначала снег ложится, замерзает, налет, потом оттаивает, рвет любой асфальт. И, соответственно, приступать, допустим, к Карла Маркса от нашей центральной улицы, одной из центральных, к ремонту мы были готовы еще в прошлом году. Но мы приняли решение, и если помните, в прошлом году мы провели ремонт именно на Карла Маркса точечно ливневых канализаций. Ливневых канализаций. Мы сделали стоки, мы видели самые проблемные места и возле магазина Пятерочка, и ближе к девятиэтажным домам там были проведены работы, они, наоборот, предусматривали фактически вскрытие асфальта. Разрывали, устраивали ливневые канализации посредством укладки труб, дренаж, и после этого уже закрывали временно, что называется, картами. В этом году Карла Маркса у нас от детской поликлиники до Ледового дворца будет полностью переложено асфальтовое покрытие. Что касается некоторых других дорог, я видела в списке, конечно, и дороги подчинения регионального, это такие, как улица Чайковского, и мы действительно видим, что там необходимо не только ремонтировать асфальтное покрытие, но еще и сам мост, который сегодня фактически опасный для жизни и здоровья людей. они включены в работы МОЗ Автодора. У нас большое количество 600, боюсь сейчас точно ошибиться, 680, по-моему, ям отцифровано, и сейчас ведутся работы по именно ямочному ремонту. Именно с той целью, чтобы не допускать аварийных ситуаций. Это временная история. Будет подходить время, будут формироваться именно те карты, которые будем ремонтировать, как мы это сделали в прошлом году на улице Садовой, например, так, как было сделано на части улицы Чайковского, я имею в виду в пятом микрорайоне. Такие работы, они более эффективны, они будут продолжены. Вообще, с количеством и нумераций, так сказать, дорог, которые в этом году подлежат ремонту, можно ознакомиться на сайте администрации. Там же есть и сельские, наверное. Да, там все. Мы городской округ, мы не делим теперь ни на рынку, ни на Нудель, везде будут вестись работы. У нас есть звоночек, давайте послушаем. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Добрый вечер. Добрый вечер. Алена Дмитриевна, большая просьба оказать помощь или содействие по такому вопросу. Обращаются к вам жители, значит, по улице Ленина, дома 37. У нас между музеем и военкоматом перед окнами остался небольшой клочок земли, который практически принадлежит городу и ничей. Он не убирается. Здесь постоянно у нас, когда вот сейчас все распустятся, деревья, в общем, криминальные люди могут находиться, молодежь, наркоманы приходят, и вы знаете, все не обработано, деревья большие, ничего не убирается, у нас здесь только грязи. Ленина 37? Да. Я запишу ваш адрес. У вас небольшой клочочок земли, он ничей. Мы вас услышали? Я услышала. Спасибо большое. У вас мы выйдем на территорию, посмотрим, действительно, он ничей, как вы говорите, ничей земли не бывает, либо она муниципальная, либо она закреплена за кем-то из частных собственников, кто занимается, допустим, какой-то реализацией продукции, там, там, в магазинах нет, поэтому посмотрим, чья территория и примем меры. Спасибо большое, что вы нам сообщили об этом. Спасибо. Алена Дмитриевна, давайте сменим тему и продолжим ее видео вопросом от жителей городка Клин-9. Здравствуйте, Алена Дмитриевна. От всех неравнодушных жителей нашего городка огромное вам спасибо за то, что вы обратили внимание на благоустройство нашей территории. Городок преображается просто на глазах. У нас вопрос, как будет происходить переход на новую систему телевещания. Дело в том, что у большинства жителей были установлены спутниковые тарелки на фасадах домов, которые демонтировались во время ремонта. И 15 апреля отключается аналоговое телевещание. Спасибо большое за вопрос. Я все-таки позволю себе адресовать ваши слова благодарности нашему губернатору, поскольку действительно эта программа губернатора, она беспрецедентная по восстановлению инфраструктуры военных городков, по благоустройству, по капитальному ремонту домов. Если мы говорим про наш городок, это история просто необыкновенная, знаете, из области фантастики, что только в июне городок передали муниципалитету, но в октябре уже мы говорили о том, что нам выделили средства полностью на ремонт всех домов этого городка. Поэтому да, это действительно слова благодарности, которые принадлежат губернатору, и я с большой радостью их ему переадресую. Что касается перехода на цифровое телевидение, значит, у нас ситуация с городком следующая. На самом деле весь городской округ у нас фактически охвачен приемом цифрового канала. В городке, ну, наверное, такие были времена, что невозможно было устраивать какие-то коллективные приемы антенн. Наверное, я не знаю, с чем это связано, но нами принято следующее решение. Если жители городка сейчас проголосуют за то, что мы ставим антенны коллективного пользования, муниципалитет ставит за свой счет, мы обеспечиваем жителей просмотром 20 каналов. При этом, естественно, жители будут платить абонентскую плату, которая составляет порядка 150 рублей. Это абонентская плата, которая за эти каналы, соответственно, будет оплачиваться. И жители смогут принимать с 15 числа абсолютно спокойно цифровое вещание. Но при обследовании выяснилось, что на территории военного городка присутствует компания VetByNet, которая обеспечивает фактически цифровой прием на все дома, там, где были установлены вот эти самые не антенны, а тарелки, которые на фасадах домов. Кстати, об этом сейчас скажу. И жители могут пойти по такому пути, который предложил этот провайдер. Провайдер предлагает, что он за свой счет устанавливает антенну, а месячная оплата уже, по-моему, на 180-200 каналов, да, там, то есть большее количество, в десятки раз, да, будет составлять 180 рублей в месяц. Вот сейчас жителям нужно определиться. Мы ставим, мы, муниципалитет, ставим антенну, и вы платите за 20 каналов 150 рублей. То есть это нужно все вместе, не то, что... Да, это должен дом проголосовать, либо мы не ставим эту антенну, не тратим деньги, лучше мы на эти деньги в городке лишний раз поставим качели детям, а провайдер ставит эту установку, но вы платите не 150 рублей в месяц, а 180. То есть вопрос стоит не в цене антенны, которую в любом случае жители покупают, вернее, получают бесплатно, а в покупке услуги, которые либо 150 рублей за 20 каналов, либо 180 за 200 каналов. В ближайшее время жители должны принять решение, потому что мы не хотим оставить наших жителей без телевещания с 15 октября. У нас закреплены соответственно ответственные в каждом доме, у нас есть номера телефонов. У меня непосредственно занимается заместитель мой, Долгов Григорий Маркович, этим вопросом. Телефоны все на сайте есть, сейчас, если есть возможность, давайте тогда, может, опубликуем или озвучим их. То есть в любом случае мне бы хотелось, чтобы ни один житель у нас с 15 числа не остался в месте. Алена Витальевна, действительно хочется спросить, насколько мы готовы, не останемся ли мы без вещания? Не останемся. У нас очень хороший, на самом деле, охват нашего округа, несмотря даже на отдаленные деревни, мы все обеспечены приемом. Вот редкий случай, я хочу сказать, у нас всего было 60 домов по всему округу, которые не принимали канал. Сейчас мы говорим о том, что это 19, и те у нас размещены фактически только на территории военных городков. Алена Витальевна, ну все-таки как будет происходить? Вот у нас все подготовили. Горячая линия, куда можно обращаться? Да, я прошу всех жителей быть внимательными, обратить действительно свои взоры на эти телефоны. У нас работает группа волонтеров, у нас собрана активная группа молодежи, которая готова выезжать на место к каждому заявителю, подключать оборудование и, соответственно, решать проблему, связанную с телевещанием. Ну а каким образом выходить на этих волонтеров? Я предполагаю, что позвонив по телефону, обратившись в РЭО, конечно, мы можем эту тему решить. Ну вот у вас, Григорий Маркович, Долгов отвечает, может быть... Может. Давайте свяжемся с ними по стопу, у нас есть такая возможность, зададим ему непосредственный вопрос. Григорий Маркович, расскажите, пожалуйста, как же все-таки людям, куда обращаться, куда звонить, писать, приходить, чтобы оказали поддержку? Григорий Маркович, Добрый вечер. У нас, во-первых, организована горячая линия и она действует, в общем-то, уже в приличное время. Это телефон 58819 по рабочим дням, по будням и 8962-917-3616 сотный телефон ежедневно с 9 утра до 21 часа. По этим телефонам, соответственно, можно позвонить и получить полную консультацию по вопросу цифровизации телевидения. Да, у нас действительно 35 волонтеров, они все прошли обучение, у них у всех есть удостоверение и, соответственно, мы в случае поступления звонков на горячую линию можем направить волонтера для оказания содействия нашим жителям для подключения цифрового телевидения. Но так как все-таки у нас волонтеры работают безвозмездно, в свободное от работы время, то, безусловно, прежде всего, операторы колл-центра должны сами выяснить ситуацию, проанализировать и попытаться проконсультировать и помочь жителю самостоятельно осуществить настройку на прием цифрового канала. Если это не получается вот в таком режиме онлайн, предлагаем обратиться за содействием к более продвинутым соседям или родственникам. И если уже однозначно нет такой возможности самостоятельно жителю осуществить настройку, мы тогда направляем соответственно волонтера. То есть вот так... Григорий Маркович, спасибо, услышали. Да, я прошу прощения, еще один нюанс. У нас готовы листовки, которые мы соответственно развесим, ну прежде всего на многоквартирных домах, чтобы было понимание у людей, где необходимо осуществить настройку, где у кого ситуация не изменится. Это в основном город Клин, многоквартирные дома, город Высоковск и некоторые сельские населенные пункты. Но на каждом доме будет на подъезде висеть соответственно информационный лист, который даст возможность людям знать, разогласить. Спасибо вам, Григорий Маркович. Просто время эфира у нас неумолимо движется, и сейчас мы прервемся на небольшую рекламу, оставайтесь с нами. Возвращаемся после рекламы, я напоминаю, если только что вы подключились, мы сегодня с Аленой Дмитриевной Сокольской говорим о планах и перспективах на текущий год. Алена Дмитриевна, предлагаю сразу начать с видеообращения из Струбкова. Давайте послушаем. Да, пожалуйста. Уважаемая Алена Дмитриевна, добрый день. Я житель деревни Струбкова, хочу обратиться к вам с такой просьбой. Сейчас у нас уборкой ТКО занимается региональный оператор, но эта уборка проводится нерегулярно. Мусорные контейнеры переполняются, мусор вываливается из контейнеров, разносится везде, по всей территории. Еще у нас проблема, так как у нас не во всех деревнях находятся эти мусорные контейнеры, поэтому жители этих деревень весь мусор везут к нам в нашу деревню. Убедительно просим вас принять какие-то меры, помочь решить нам этот вопрос. Спасибо. Алена Витриевна, ну действительно, по-моему, не справляется наш региональный оператор, как-то можно на него воздействовать? Слушала, одновременно читала те вопросы, которые поступили по соцсетям, и это действительно остается вопрос в топе. Слава Богу, уже не первый, на первое место вышли дороги, ремонт дорог, а вопрос именно вывоза, чистоты вывоза и чистоты вывоза, это вот два вопроса, которые на сегодняшний день есть. Порой посмотришь, в площадке мусор вывезен, сама площадка в ужаснейшем состоянии. Конечно, ну что сейчас говорить о том, как было, как теперь есть, есть рекоператор. Есть рекоператор, конечно, мы к нему регулярно направляем свои требования, обращения, пока регулярно получаем в ответ, что да, наведем порядок. Не стали мы ждать, когда рекоператор проведет какую-то оценочную деятельность своей работы. Принято решение в первую очередь обеспечить вот такие отдаленные наши населенные пункты, как Струбково, новыми контейнерными площадками за счет муниципалитета. То есть мы сейчас разрабатываем такую форму обустройства этой площадки, которая позволит не только собирать раздельно мусор и сухой, и те бытовые отходы, которые называются мокрыми, то есть синие и серые контейнера, но еще это будет площадка, которая будет закрываться для крупногабаритного мусора. Сейчас мы видим, что ладьи, которые устанавливаются, жителями воспринимаются как возможность, знаете, проходя мимо, бросить пакет с мусором, а не подойти к контейнеру, который остается полупустым, и выбросить пакет туда. Поэтому это ужасная картина, она действительно не радует ни экологию глаза, как мы это говорим, то есть это ужасное состояние вот такое на придомовой территории, как правило, либо рядом находятся объекты социально-культурного пользования. Поэтому муниципалитет выделяет средства на обустройство площадок и продолжим, конечно, требовать с рекоператора выполнения взятых на себя обязательств и по частоте, и по чистоте вылаза. Спасибо, Алена Дмитриевна. У нас есть два звоночка, давайте послушаем. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Хотел благодарить Владимиру Дмитриевну за счет 5 микрорайона, где БАМ, там постоянно была вода. Что она в том году сделала, не знаю, но воды-то нету. Можно нормально ездить. Спасибо. Ливневку тоже частично сделали, ливневку. По 5 микрорайону, я уверена, вопросов этого не будет, люди больше сейчас задают вопросы проблемные, а по благоустройству как-то забывают. По 5 микрорайону в этом году будут приняты беспрецедентные меры по благоустройству пруда. На этом участке земельном будет проведено облагораживание, установлено ограждение, установлены светильники, лавочки. Я думаю, что это станет местом такого постоянного отдыха жителей 5 микрорайона. Нет, смотря на близость Ленинградки, к которой, в принципе, мы уже привыкли. Алена Ведерина, давайте сразу еще один звоночек послушаем. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте. 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 Это по поводу 5 микрорайона пруда. Отлично. Раньше там был фонтан. Ну, не просто же так, он для чего-то был установлен. А вот сейчас уже несколько лет, ну, года два, наверное, его нет. Вы хотите фонтан назад вернуть? Нет, я не хочу фонтан. Я хочу фонтан. Я готова ответить на ваш вопрос. Это не фонтан. Спасибо. Эта установка называлась аэрация. Она была установлена не совсем с учетом действующего законодательства. Такие установки, как правило, ставятся на рыбхозе, где обеспечивается кислородом рыба, которой запруживаются специальные места. Данный пруд сложно назвать все-таки местом для нахождения рыбы в этом пруду, потому что воспитание наших жителей позволяет им выходить на рыбалку независимо от сезона и, в общем-то, нарушать, что называется, законодательство. Поэтому это не фонтан, это источник, который вы видели, что вода выбрасывается. На самом деле шло обогащение кислородом. На сегодняшний день мы считаем, что этот пруд должен по назначению использоваться, а именно это место для отдыха жителей на сухой части, что называется, этой территории. Возможности наблюдать прилетевших туда птиц. Туда прилетают у нас с вами и утки, туда прилетают и другие птицы. Даже лебедей мы туда одно время отсаживали из Майдановского пруда. Возможно, и в этом году будет эта история продолжена. В любом случае территория будет использоваться по назначению и с учетом действующего законодательства. Если у нас когда-то появятся финансовые возможности, возможно, мы установим декоративный фонтан, такой, как у нас работает сезонно на Майдановских прудах. Алена Материна, давайте вот еще одно видеообращение из Слободы и тема здравоохранения у нас. Добрый день, уважаемый Ален Митин. К нам обращаются жители Воронинского сельского округа. Месяц назад, впервые в истории, к нам на встречу приезжала главная врач Клининской городской больницы Стивовская Лука Павловна. Встреча прошла очень результативно и нам было приятно узнать, что наконец-то в Шевеликове будет свой ФАП новый. А как маме было приятно также узнать, что теперь я смогу своего ребенка записать через регистратуру в детскую поликуривную выпускную специалистку. И я хотела бы у вас спросить, станут ли такие встречи регулярными и с представителями других сфер деятельности. Мы живем удаленно и нам бы хотелось и другим задать вопросы, которые, возможно, можно решить сразу. Алина Альберина, ну действительно, впервые руководители такой непростой отрасли вышли, что называется, в народ. Был действительно запрос, вот раз такая реакция у людей. Вы знаете, я очень рада, что все структуры слышат призыв губернатора к открытой власти. Власти разного уровня. И власть, которая сегодня говорит с людьми в рамках вопрос-ответ, это и настоящая как раз таки власть, так и должно быть. Поэтому то, что сделала действительно впервые в истории Ольга Павловна, являясь исполняющим обязанности главного врача, это будет иметь продолжение однозначно, я здесь не сомневаюсь, так же, как и регулярными стали час. Вот у нас есть строй час, у меня есть час культуры. И еженедельно мы теперь встречаемся с главврачом для обсуждения главных каких-то проблем именно в отрасли здравоохранения. Например, совсем недавно этот час начался с посещения и с открытия аптеки, которую мы открыли в здании второй поликлиники. И я хочу еще раз анонсировать это открытие, поскольку именно в этой аптеке буквально через месяц-полтора начнут выдавать сильнодействующие лекарства, которые ранее, к сожалению, люди вынуждены были ехать, приобретать в Дмитров и в Зеленоград, потому что это особая лицензированная деятельность аптеки. Теперь такая возможность есть обыкновенные препараты покупать и вот препараты такого действия. Что касается других структур, вы знаете, что по моему поручению проводятся встречи регулярно представителями на территориях, которые мы сохранили из числа глав поселений. И, конечно же, сама я приезжаю во все территории встречаться с людьми, с их вопросами. Фактически, ну, я не знаю, еженедельно это на каждую территорию не приедешь, но две-три встречи в неделю на разных территориях у меня проходят. Я, конечно же, буду рекомендовать такие встречи проводить отраслевикам и культуре, и спорту, и строительно-дорожному блоку, поскольку действительно, ну, может быть, это будет не такая широкая аудитория, может, это будет целевая аудитория, но люди смогут в режиме прямого вопроса-ответа решить проблемы. Алена Митриевна, если говорить про здоровье, что у нас вот с динамикой по онкологии, по аллергиям? В прошлом году вот мы озвучивали, как вот за год ситуация появилась? Вы знаете, я запросила данные как бы с учетом тех вопросов, которые вы мне заранее предоставили, да, к вам на студию приходили звонки раньше. Хочу констатировать, что с 2015 года по отдельным заболеваниям видна четкая стагнация, то есть, да, их не стало значительно меньше. Например, если онкологических заболеваний в 2016 году было 3637, то радоваться тому, что их стало на 3 меньше в 2018 году, ну, не приходится. Но хотя бы радуемся, что их не стало больше, да. То есть не то, что радуемся, мы, во-первых, говорим о том, что эти заболевания стали выявляться на ранних стадиях. У людей появляется шанс действительно не пугаться, а принять меры и излечиться. А уж если мы говорим о таких заболеваниях, как, например, аллергия, то здесь действительно очень приятные факты. Если даже брать 15-й год, и таких заболеваний было 4970, в 2016 году 3700, в 2017 году 2700, а в 2018 году 2500. Вот это уже действительно такая, знаете, победа, да. Аллергия, астма. Астму сократили значительно, да, то есть с 1200 до 1000. Риниты, аллергические дерматиты с 3620 до 1256. То есть, конечно, есть над чем работать, и, к сожалению, здоровье наших граждан не становится лучше, поскольку, ну, не все из нас занимаются изначально профилактикой заболеваний. Многие сейчас, с учетом, может быть, требований работодателя, в том числе, стараются любую болезнь перенести на ногах, не задумываясь о последствиях. Некоторые игнорируют прививки, и очень зря, поскольку на сегодняшний день это очень... Сейчас вспышка кори. Вспышка кори. И многие даже не знают, что кори, в общем-то, бывает с летальным исходом. И на сегодняшний день большая проблема, чтобы люди услышали, чтобы люди после 35 лет пришли и вакцинировались. То есть это не только можно, но и нужно сделать. Заговорили про болезнь, простите, пожалуйста, сама тоже всех ругаю, а сама недолеченно я хожу, что называется, на эфиры. Алена Митриевна, ну вот в начале года подводился такой рейтинг проблем жителей городского округа Клины на втором месте. Там была проблема именно по здравоохранению, были претензии к медперсоналам, к ухамскому отношению. Вот, наверное, сейчас задача перед Ольгой Павловной также стоит. Вы знаете, это основная задача, которую я перед ней поставила. Я, когда открываю свои соцсети, захожу в ВКонтакт, например, и набираю в поисковике сообщение, пишу больница, я вот просто коротко пишу слово больница, и сразу выскакивают... Сейчас посмотрим, сколько. Ну, сотни сообщений, да, которые несли в себе именно вопросы, связанные с, так скажем, неудовлетворительным оказанием услуг, с услугами, которыми жители недовольны. Именно вот тут, я говорю, ни конца, ни края. Вот только за период с декабря по январь 61 обращение. Если мы говорим про период уже с февраля по март, то у меня было всего два обращения. Одно обращение связано было с некачественным оказанием услуги по госпитализации ребенка в инфекционное отделение и одна по несвоевременному оказанию помощи. То есть работа началась, и она уже видна? Для меня она видна, надеюсь, что жители тоже оценят. Жду обратной связи. У нас есть звонки, давайте послушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста. Меня зовут Сергей, я житель деревни Стреглова. Стреглова. И да, к нам проходит дорожка через микрорайон западный. Уталина Дмитриевна еще в том году на собрании многодетных, когда раздавали участки там, обещала нам сделать там дорогу, так как она находится просто в ужасном состоянии. Да, съезжаются. Мы вас большие грузы и в заводы, правильно? Мы проехали дорогу, говорим. Как обещала, так и вы, помню. Не переживайте. Ремонтируют дорогу. Она включена в план. Мы добились того, чтобы дорога была принята к ремонту, несмотря на то, что она не откадастрирована, не передана еще. Ремонтные работы в этом году будут проведены. Мы говорим про ту дорогу, которая под мостом, правильно? Наверное, уже отключился человек. Ну, это она одна там, где, к сожалению, недобросовестные, да. Неумолимо наше время в эфире. Давайте поговорим о строительстве в режиме БЛИЦ. Итак, когда построят третий корпус ДШИ? В этом году. Так, совсем коротко. Когда начнется строительство школы в пятом микрорайоне? В этом году закончатся ПИРы. Мы рассчитываем, к концу года начнутся подготовительные работы, площадка и первый камень, что называется. Не подтянулся ли инвестор для Клинского фестивального центра? Мы находимся в поиске. Очень заинтересовались федеральные структуры этой истории. Рассчитываем, что инвестор будет. Планируется ли дальнейший снос хрущевок на улице Мира? Однозначно, не просто планируется, идут конкурсные процедуры, они фактически завершены. В этом году снесем еще два дома, ну, там посмотрим, как с деньгами будет. Будет ли строиться новое жилье в округе? Да, конечно. Мы рассчитываем, что инвесторы чувствуют себя комфортно в нашем округе. Строится новый Клинт, строится Майданово. Я думаю, что компания Технострой Олимп также продолжит строительство и в пятом микрорайоне. Соответственно, идет стройка в Высоковске. Планируем начало стройки и в наших сельских поселениях. Поэтому стройка идет. И во время ежегодного отчета вы упомянули о вероятности размещения в нашем городе международного аэропорта. Вот серьезно это? Это очень серьезно. Вопрос действительно очень серьезный. Он прорабатывался с 2015 года. Сейчас проектировщики рассматривают все плюсы, минусы, которые возникают. Решается вопрос о том, каким образом, с учетом уже действующего военного аэродрома, совместно использовать его или переводить. В общем, там идут переговоры уже теперь с Минобороны, соответственно, с министром инноваций и инновационных технологий Московской области. Это вполне серьезный проект, который имеет, скажем так, пока 50 на 50. Есть желание у инвестора, есть понимание у нас, что нам это нужно для дальнейшего развития города. Так что подождем. Решение будет. Дмитрий, ну, губернатор еще объявил, что с 1 сентября новорожденных в Москве будут поздравлять с особым набором. И у нас это уже инициатива не один год. Ну, у нас она такая маленькая, знаете, инициатива в рамках наших. это от нашего округа пошло. Скажите, пожалуйста, как думаете, комплимент вот такой от губернатора привлечет он в Подмосковье мам будущих? Вы знаете, Лен, я думаю, что... Ну, я вот сейчас буду критично. Я считаю, что если я принимаю решение родить ребенка, то я его принимаю вне зависимости от того, будет ли мне какой-то подарок или нет. Но как любой женщине подарок, да еще от губернатора, да еще и связанный с рождением ребенка, это, конечно же, очень приятный момент. Я уверена, что наши роженицы и так и оценивают услуги и качество предоставляемых услуг в роддомах нашего Подмосковья. Ну, а теперь, конечно, сам факт наличия такого подарка, который обеспечит тебе возможность первый год не задумываться о каких-то существенных таких необходимых вещах, конечно, это стимул. Стимул, и вы знаете, самое ведь главное, как говорят, ведь дорог подарок не своей ценой, а он ценен тем, что он адресован именно к тебе, что о тебе помнят. Внимание, внимание к человеку самое дорогое. Но если говорить еще про Андрея Юрьевича, на одном из своих эфиров он уделил особое внимание с теми спортивных сооружений. У нас это химик-стадион. Скажите, пожалуйста, когда планируется открытие и насколько это будет масштабное преображение? Всегда очень аккуратно в датах. Скажу так, в этом году будет завершен. Потому что мы бы очень хотели, чтобы этот объект был открыт к первому сентября, но в принципе будем рады, даже если это произойдет на неделю, на две позже, потому что, ну, всякие бывают условия, погода и прочее. То, что уже в любом случае эти работы начинаются, конечно, говорит о том, что в этом году этот стадион приобретет абсолютно новую жизнь. Там будут и трибуны, там будут... Трибуны установили мы за муниципальный счет. Вы знаете, любой проект поддерживают тогда, когда видят, что муниципалитет действительно заинтересован. А муниципалитет это жители, муниципалитет это не организация на улице Карла Маркса 68А, это жители. Стадион востребован, люди хотели заниматься спортом, проводить соревнования. Мы установили новые трибуны за счет муниципальных средств. Мы установили тренажеры, мы установили коробку для хоккея, мы показали все это в Министерстве спорта, обратились к губернатору, губернатор говорит, классно, здорово, давайте дальше. Мы говорим, у нас денег нет. И мы вошли в программу, мы вошли в программу, которая предусматривает и поле с подогревом, и ограждение красивое. Конечно, это здорово. Невероятно. Алена Дмитриевна, и сразу в догонку еще один вопрос, давайте послушаем о спортивной школе. Уважаемая Алена Дмитриевна, меня зовут Катя Онищенко, я тренируюсь в Клинской спортивной школе Олимпийского резерва имени Трифилова. Мы знаем, что в 2020 году наша школа будет подвергнута ремонту. И говорят, что она будет снесена до основания. У нас всех вопрос, где мы будем тренироваться в период проведения ремонта. Спасибо. Замечательный вопрос от нашей юной клинчанки. И я хочу сказать, что буквально за 10 минут до того, как я пришла к вам на эфир, у нас состоялась встреча с родителями наших воспитанников. Это и воспитанники секции легкой атлетики, и воспитанники секции художественной гимнастики, и, соответственно, шестовики наши, метатели молота. Полный зал битком был забит. И фактически волновал только этот вопрос. Где и когда? Значит, в рамках того, что мы начинаем реконструкцию школы в конце этого года, она будет действительно подвергнута, как сказали, не просто подвергнута ремонту. Часть школы будет снесена, ликвидирована из-за морально устаревших конструкций. Я неправильно сказала, не к концу этого года, а в начале следующего года. То есть сейчас идет проектировочная работа по реконструкции школы, а в февраль месяц это будет начало уже сноса. И к этому времени все будут перераспределены гимнастика по школам, с учетом того, где девочки проживают, и где тренера скажут сделать, так сказать, центральные площадки. Легкая атлетика разместится, а в основном своем пребывании, конечно же, физкультурно-оздоровительный комплекс «Триумф» и город Высоковск. То есть найдем для каждого... Никого нового набора мы делать не будем. Хочу сразу жителям нашим сказать, что новый набор мы не будем делать ровно до тех пор, пока мы не будем понимать, что мы обеспечиваем существующие наши группы тем временем, и количество и качество не должно пострадать у нас. Как только мы поймем, что да, мы можем кого-то добрать, будем добирать, но я считаю это справедливо, потому что те ребята, которые уже занимаются, они должны быть обеспечены в полном объеме, временем для тренировок, обустроенными площадками и, соответственно, залами. Алена Митриевна, успеваем еще один звоночек принять. Давайте послушаем. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. К сожалению, сорвался, но мы продолжаем принимать звонки после окончания эфира, так что, уважаемые телезрители, звоните. Алена Митриевна, давайте тогда напомним о том, что у нас череда субботников начинается. Да, я бы хотела пригласить всех наших жителей поучаствовать, следить за информацией в соцсетях, на сайте администрации. В эту субботу, 6 числа в 9 утра, будет общий сбор на территории всем хорошо известного детского пляжа, куда мы соберемся, Сестрорецкий пляж, детский пляж, куда мы соберемся с активистами, с инвентарем и пойдем в разные стороны для того, чтобы потом встретиться и отчитаться друг перед другом за те замечательные трудовые достижения, которые мы себе смогли обеспечить. Это, конечно, выразится в количестве собранного мусора. Что касается последующих дней, то, конечно, мне бы хотелось, чтобы жители вышли на улицу трудовую и в тот благоустраиваемый участок улицы, не улицы, а микрорайона Чепель, где мы планируем благоустройство. Мы приглашаем всех жителей Майданова для того, чтобы выйти в парковую зону и навести порядок общими усилиями. Я считаю, что мест притяжения у нас очень много и главное это инициатива жителей. Не с окошка и не с балкона смотреть, как кто-то другой трудится, а все-таки принять участие и сказать лучше вместе и грязи нет. Алена Витальевна, спасибо большое. Я еще раз напоминаю телезрителям, что мы продолжаем принимать звонки, так что звоните, задавайте вопросы. Алена Витальевна, спасибо, что сегодня пришли к нам в студию. Спасибо, Лена. Я тоже хочу сказать, что на все вопросы, которые поступили по соцсетям я обязательно отвечу. На это нужно время, потому что очень много вопросов обязательно отвечу. Я с вами прощаюсь. Уважаемые телезрители, до свидания. Спасибо, что были с нами.